Речь идет о том, чтобы привязать ум. Это образное выражение, ум привязанный как бык, как слон к дереву. Вот это ваша задача ежедневная, его все время одергивать. Сюда он пошел-пошел, начал думать о чем-то, думает. Мы сейчас с вами поговорили, вы начнете о чем-то думать. Когда это практическая задача, это хорошо. Но когда это пустые идеологи внутренние, полубессознательные, это плохо. И вот научиться, чтобы ум был все время в состоянии трезвости, так сказать, от этого сна, от этой вот бессознательности, в состоянии пробужденности, это вот не какой-то пробужденный ум, который вот видит все просветленческий, так вот, сумма разум, все это, недвойственность. Нет, пробужденный ум, это вот который не впадает вот в спячку. Вот он здесь и сейчас, все время здесь и сейчас. Но здесь сейчас это не значит, что вы перечисляете в уме, что вот у вас перед вами, что вы делаете конкретное, как вот некоторые практики такие дают. Нет, это вот сиюминутное сознание без мыслей. Не то, что вообще нет мыслей, а нет размышлений. Только практические размышления на решение практических задач считаются правильными, считаются полезными. А вот эта вот трепотня, она не нужна. И вы ее все время обрываете самим вниманием к содержанию ума, вы ее обрываете. Раз, два, три в течение дня точечные такие взгляды, а потом через месяца три-шесть у кого как, у вас возникает самодействующая привычка. И у вас, вы вдруг увидите, что вы постоянно находитесь вот не то, что там где-то в каком-то здесь и сейчас, вы постоянно вот в себе. То есть вот это вот проходящее, то, что происходит вокруг вас, это как карусель. А вот вы вот все время в себе. Я имею в виду не проходящая действительность, а проходящие вот эти мысли. Ведь если отбросить вот эти мысли, то вот эта вот чистота, пустота, вот она здесь, вот она. И вам нужно просто привыкнуть к ней. Без нее вы не сможете пройти в неврикальпе саматки. Не сможете. Вот эта практика буддийская или там индусская, привязывание ума к неподвижности, это шаг, который вы не сможете перепрыгнуть. То есть вот так вот по-мужски очень серьезно осознать это, осмыслить это и примите, ну это неправильно примите решение, просто научите себя, ну не себя, научите свой ум, чтобы он мог без усилий держаться вот этой, и не то, что неподвижности, а безгрезности вот этой, вот невпадения в диалоги, мутовню внутреннюю, чтобы он не впадал. То есть вы постоянно осознаете содержание сознания. Вот сейчас вот вы говорите со мной, и вы осознаете, что вы говорите, ну свое содержание сознания. А потом вы пошли, допустим, там на работу, и вот в походе вы начали как-то мечтать, ну что-то вот у вас, какие-то мысли идут спонтанные, даже нет, мечта иногда она ради удовольствия, она осознается. А тут просто вот ни о чем. Начали в этой части, а закончили, даже не поняли, как вы перескочили с этой мысли на ту. Вот этот промежуток у вас остался, у вас провалился, он бессознательный. И вот здесь вот кроются вазаны, как вот любимое слово Алекса, вазаны. Вот там вот кроется как раз то, что делает из вас личность. Потому что состояние, которое вам нужно достичь, состояние до рождения, вот это вот, когда не было вас, когда вы не знали, что вы есть, чтобы достичь этого состояния, ум должен прийти в полуопустошенность, даже мало сказать, в опустошенность на две трети. Ну, 60 процентов. Вот так вот, чтобы опустошился ум, и тогда у вас есть дорога в нерве кальпа. При этом состоянии, когда у вас такой вот опустошенный ум, я имею в виду в дневных активностях, вы занимаетесь непосредственно только практическими задачами. И ум больше не спадает. Сейчас вот, когда мы закончим разговор, и вы пойдете по своим делам, вернее, не сегодня у вас уже все, а завтра, обратите просто внимание, последите, понаблюдайте, как часто вы проваливаетесь в неосознаваемое мышление, и ужаснитесь этому. Потому что вот именно тут ваши проблемы, именно из-за этого вы не видите своей природы, потому что вы ее будете видеть прямо... То есть мысли вам не будут мешать видеть ее. Вот только это вам мешает это видеть. Даже вот сейчас, когда вы будете, например, разговаривать о чем-то таком важном для вас, и внутри этого разговора вы будете видеть, потому что за ним пространство, перед ним пространство, и за ним пространство. И он не мешает. Это просто как облако, красивое облако на небе плывет. Оно не будет мешать видеть небо. А вот если все остальное у вас закрыто будет, тогда оно будет мешать. Я имею в виду не личные мысли, то есть вы делите так, на личные и еще какие-то непонятно какие, потому что остальные тоже личные. Неличных нет мыслей. Это еще сказал Роман Махарши, что если отсутствует я, вот я, а я может присутствовать только отуществленное с телом. Без осуществления с телом я нет. Мы знаем это, да? Потому что тогда она как гусеница спадает в свой источник. Поэтому если мы имеем я, то это я с опорой на тело. Так вот, значит, и Роман Махарши говорит о том, что не личных мыслей не бывает. И даже если мы решаем практически задачи, то все равно это мысли личные. Ну то есть как бы тут персонажи участвуют. По-любому. Ну можно уж совсем, конечно, отдаленные какие-то абстрактные мысли. Но теоретически все равно вот эта вот личность, она присутствует. Если вы имеете в виду, что у вас будут неличные мысли, то это неправильно. Вы делите мысли свои не на личные и неличные. Неличных нет. А делите их на осознаваемое и неосознаваемое. Вот это деление правильное. То, что вы мне рассказали сейчас по поводу запаха, это у меня в практике тоже было. Такое. Но это неправильное деление, оно ни к чему не приведет. Потому что в этом случае вы будете, вы себе такую головную полю строите, вы каждую мысль должны будете фильтровать, что называется. У тюремщиков фильтруй базар. Только теперь вы будете фильтровать свои мысли. Это неправильно. Вам нужно только делить мысли только на две части. Осознаваемое и неосознаваемое. Вот все, что осознаваемое, это норма. А вот все, что неосознаваемое, вот оно и закрывает небосквот вашего Бога, вашего внутреннего Я. Только это. Это, между прочим, ошибка всех практикующих, которая и моя в том числе была. Когда делят мысли на личные, вот это хорошие мысли, а вот это нехорошие. Они бывают не личных мыслей, они все личные. Потому что в каждой мысли есть Я. Это у Махараджа так же, что на каждом, и у Романы, на каждой мысли на хвосте висит Я. Ну, потому что Я – это общий фон. И если нет этого Я, что это Я всегда, оно с опорой на тела. Если опоры нет, эта гусеница спадает, все, то есть исчезает вообще самосознание. И оно исчезает только в нерве и калипе. Поэтому все мысли личные. Так или иначе. Даже если вы говорите о космосе, это говорить вы о космосе. Потому что, например, ваша собака так не думает. Потому что червяк так не думает о космосе. Это вы так думаете о космосе. Так что все мысли личные, и делить их таким образом не надо. Иначе вы себе устроите головную боль. Вы будете это вот взвешивать. Это хорошая мысль, это плохая. Нет, вам нужно осознавать. Тут вам фильтровать ничего не придется. Вам нужно просто выныривать. Очнуться. Как сказать? Очнуться в продолжении. Пробуждаться. Я имел мысли такого рода. Тип мыслей, называется грезы, о которых вы до этого говорили. Именно какие-то мечтания, когда сам не замечаешь уже, в какую точку, в какую точку ты оказался. Вот это вот внутренний диалог. Да. Но они все мы, даже если вы, вот сейчас мы говорим, то это все равно мысли, это лично здесь участвует. Вы никогда не будете иерофантом. Вы всегда будете красным человеком. Человек дальше не поднимается, потому что иерофант молчит. Атман не говорит. Он вообще ничего не говорит. Он не только я не говорит, он ничего не говорит. Где вы, Витя? Покажите мне Атман, который что-то говорит. Нет, говорит, это всегда через тело идет речь, и говорит уже личность. Потому что это вот, это я первичное, которое выходит. Вот это его загадка, вот этого я есть в том, что, что оно не принадлежит телу, но появляется только в теле. И появляясь именно поэтому, рождаясь, она сразу впадает в грех. То есть появляясь я есть, уже грешная. Логос рождается, и своим рождением впадает в грех. Это вот про это. Потому что самосознание отражено только в теле. И поэтому мысли, которые возникают, все, что возникло после я, иллюзия, это все, это уже, потому что это вышло из я есть, потому что это личность. Это все личность. Я есть, ахамврития, это же вот это слово Бога, оно ахамврития, то есть это эго. Вот и все. Потому что отчисление происходит абсолютно спонтанно. И когда вот, если многие практикующие, искатели, они считают, что существует какое-то такое состояние чистого я есть, в котором можно, значит, пребывать в блаженстве, а личность куда-то делась. Вот такого состояния нет. У вас есть состояние, состояние красного человека, это вот то, что я и отец мой не два. Я и отец мой одно, по Библии, как Иисус сказал. То есть вы, будучи самосознательной, как бы сказать, самостоятельной, сознательной единицей, вы ощущаете свое единство с Богом. То есть вот это ровно красный человек, вот это сумма раса. То есть когда вот этот небоскуд, вы его не теряете, даже несмотря на то, что по нему плывут облака. Это ваше состояние. Не ищите того, у этого, у патрула с этим большие проблемы. Он никак не может понять. Он хочет все время, вот ему как-то понравилась однажды эта идея, и он хочет к этой идее, вот чтобы она осуществилась, чтобы было чистое я есть, а в личности не было. Такого не будет в состоянии. Да вам и не надо. Потому что состояние красного человека это сошествие Святого Духа в русской религии, в христианской, православной. Это состояние суммы расы. Это состояние единства, ощущение единства, что ты у Бога за пазухой. Вот это вот прекрасное состояние. Нервикальпа не длится долго. Ну, то есть она мужа там и 21 день, как некоторые считают. Но все равно она кончится. Нервикальпа. Это не вечное состояние, неервикальпа, иначе... Ну, вы уже проходили, почему оно не вечное. Хотите еще раз повторить? Потому что это паралая. Потому что паралая... Вот же Махарадж говорит, что это вечное дыхание Вселенной. Вдох-выдох, вдох-выдох, сагуна-ниргуна, сагуна-ниргуна. Не будет вечная ниргуна, это глупость. Но при том, что идет, когда вот это вот ваше истинное состояние, когда оно проявляется в себя, ему обязательно нужно тело для проявления. И в теле оно проявляется, и оно не теряет осознавание своей божественности. Так что вам бояться нечего. Это неплохое состояние. Но вы должны понимать, что избавиться от личности вы можете только в нервикальпасамадхе. А потом оно возвращается. Уже как иллюзия. Почему как иллюзия? Потому что вы при этом, будучи самостоятельным, вы также и часть целого. Вот это вот одновременность. Так что, ну, значит, на ваш вопрос я говорю очень серьезно вот здесь посмотрите, иначе вы сделаете ошибку. Вы голову себе сломаете, если вы будете фильтровать мысли. Это не свобода. Свобода – это вот, когда ваши мысли вот в этом чистом пространстве осознанные, вы понимаете, о чем идет речь. И никогда не сбаливаетесь в полубессознательное состояние, где вот, знаете, как это по волне моей памяти, где вас мысли тащат куда неизвестно. Вы не поняли, только что вы думали вот об этом, а сейчас вы уже совершенно на другом. И как это все произошло, вы не знаете. Вот этого должно, от этого нужно избавиться. И именно это называется привязанный к дереву слон. то есть вы себя заставляете в течение дневных активностей сначала через напоминалки какие-то, через, ну, только, да, вот, через напоминалки вы вырабатываете привычку постоянно заглядывать в ум. О чем я сейчас думаю? И все. Вот сам этот акт, вам не нужно фильтровать мысли, не нужно их, как это сказать, оценивать. Вам нужно только посмотреть. Сам акт того, что вы посмотрели в ум, вы пробудились. Вам нужно только пробудиться. Вам не нужно сказать, ой, какой я плохой, зачем я так думаю? Хотя это будет все равно происходить, вот, но это будет не как целая мысль, а просто как сигнал. Но ваша задача другая. Ваша задача, чтобы не спать. Потому что, когда вы не спите, вы сами знаете, что плохо, а что хорошо. А вот когда вы спите, я имею в виду не ночной сон, а вот этот вот полубессознательное мышление, вот когда вы в нем находитесь, тогда вы не можете различить, какие мысли есть, какие. И тогда получается, смотрите, если вы фильтруете мысли только в состоянии, когда вы их осознаете, а когда нет, не фильтруете, то смысла в этого ноль. Нет, минус, потому что вы устаете еще ко всему прочему. Вы себя измучиваете этим. Практика, вот тут еще, значит, один критерий. Если практик приносит вам напряжение какое-то, какое-то, вы устаете от практики, значит, это неправильная практика, это критерий. Если вот вы вместо того, чтобы быть, просто быть, да, вы начинаете анализировать мысли, это плохая практика. Ну, это неправильная практика. Это вообще только в минус вам идет. Так что сразу отказывайтесь от нее. И просто, когда я говорю, смотрите, вы мне для того, чтобы анализировать мысли, а для того, чтобы выйти из этого состояния. Вы посмотрели, все, вы там, вы уже не там. Вы пробудились в этот момент, очнулись от них. Вот очнуться ваша задача в течение дневных активностей. Для начала, там, допустим, 10 раз очнуться в день. Там, в течение, там, недели, да, через неделю вы там 15 раз очнуться. Там еще через неделю 20 раз очнуться. Вот в этом смысле. И потом у вас возникает привычка. Вы уже не хотите, а вы сами себя как-то, вот это, пробуждение вот это, ну, как сказать, очнуться, мне надо слово, вот именно это использовать, чтобы очнуться именно вот как бы от сна вот этого. Раз, вот это очнуться должно у вас быть самодействующим. Это единственное вот усилие, которое вы потратите в течение практики, это вот только это, развить, привить привычку заглядывать в ум. И вот это само заглядывание, тем, ну, в смысле, по тому принципу, как я сейчас объяснила, полностью опустошит ваш ум. Только это заглядывание, и больше ничего. И не надо фильтровать мысли, не надо делать им оценки. Они будут происходить, но очень не так, как вы. Вот надо мне записать вот этот список этих мыслей, которые я не должен думать. Ха-ха-ха. Кто такой я? Вы что, выбирайте свои мысли? Они к вам приходят сами, правильно? Потому что что? Потому что тенденции. Вы очень будете их легко распознавать, эти мысли, они будут сами отпадать. Как только у вас исчезнут периоды неосознанного мышления, они сами исчезнут. И все, у вас практика легкая. И у вас улыбка будет на лице. А сейчас вы устали. потому что вы себя мучаете практикой. Ну вот, вот техника романа и ситха Рамишвара по этому мхараджу тоже, они вот флага. Да, потому что отброшены все вот, то есть есть такая смелость, есть такое желание отбросить лишнее, совершенно очень много лишнего, потому что учитель Махара, вернее, ситха Рамишвара Бахусараб, он тоже, у него были много таких вот практик традиционных. Ну вот, как-то надо было от них отказаться через осознавание необходимости, потому что переживание положительных самадхи, оно даже вредное, я вам хочу сказать. Это положительное самадхи может оказаться препятствием, потому что вы будете хотеть этого состояния, вы будете стремиться к нему, культивировать вот это, оно, я не вижу, я не вижу, к чему оно приводит, видимо, там какие-то дополнительные вещи, это как одна из ступеней, потому что само по себе оно не приводит. В то время, как опустошение ума через внимание к его содержанию, вот эти точечные, очень быстро приводит к опустошению, к привычке, находиться вот в трезвости, вот в такой, вот я имею ввиду, когда вы не проваливаетесь никуда. Привычка заглядывать в ум сделает это. Единственное, что вам нужно сделать, это развить эту привычку. Привычку заглядывать в ум, все остальное сделает она сама. Вам больше даже знать ничего не надо. Я вам говорю, в этом нет необходимости на самом деле. так уж для просто, ну как бы сказать, делюсь опытом. Это очень просто. Вы, когда будете сидеть в темной медитации, вы поймете, почему это так важно. потому что у вас именно в темной медитации нет этой привычки, нет этой, как сказать, опыта этого быть с пустым умом. Очень тяжело. Я говорю, вы, я имею ввиду всех, всех, кто себя в том числе, когда начинала. Очень тяжело в темной медитации закрыть глаза и все время вот этот ум хочет за что-то зацепиться, за что-то туда-сюда. Хоть как-то он сам цепляется у него и потому, что у него нет опыта пребывания в пустоте. И вот этими дневными, вот эта дневная практика громко сказана, потому что, ну это не практика. О чем я сейчас думаю, ну какая-то практика. С помощью нее вы полностью привыкнете быть, нет, я не хочу сказать без мыслей, а в пустом уме. В пустом уме. То есть есть размышляющий промежуток, опять размышляющий промежуток. Я буквально вам так это образ Махараджа приведу. Крам, он говорит, вам не нужно пользоваться краном ума постоянно. Вы открыли воду, попользовались и закрыли. Вот сейчас вы не можете этого сделать, потому что для этого нужно постепенный опыт. Вы к этому опыту должны прийти постепенно, через привычку. Привычка его сделает вам, этот опыт. И делает его постоянным и привычным для вас. А привычка не этого, а привычка заглядывать в ум. Вот. Это очень просто. то есть никаких не нужно вот этих вот и кстати, между прочим, положительные самадхи вас захлестнут. Так что не бойтесь остаться без этого и старайтесь не увлекаться этим. То есть оно есть и есть, но не стремитесь к ним. Помните, помните ваша главная цель держаться якорей. Вот этот первый якорь не в том, чтобы переживать положительные самадхи, а в том, чтобы не забывать заглядывать в ум. Как только привычка станет самодействующей, она будет сама все действовать. Вы будете просто осознавать ее. О, вспомнил. Надо же, вспомнил. Вы никогда не задумывались, почему, откуда приходят к вам эти мысли. Вот почему именно такие, а не другие. К вам такие, к кому-то, кому-то, другим. Ну, то есть, понятно, что это и индивидуальность, вот эта вся Вселенная сделала. Ну, разве вы выбираете свои мысли? Нет. Мы говорим, что мы не выбираем индивидуальность, а мысли. тоже мы выбираем. Действительно осознаем. Правда, слушаем их. Да, вот вы понимаете, и как же, как же вот вы хотите актом воли их исправить, Андрей? Если вы понимаете, вы взрослый человек, вы понимаете, что вы не выбираете мысли, так же, как вы не выбираете свою индивидуальность, а мысли все-таки обусловлены вашей индивидуальностью, в том числе, вашей в кавычках, конкретно вот этого организма, конкретно вот этой индивидуальности, и мысли приходят, не выбираемые вами, то как вы собираетесь их фильтровать? Как только стоит вопрос о каком-то исправлении, а исправить что-то в уме, все, вы попали в ловушку, вы идете не в ту сторону, потому что вам не надо ничего исправлять, вам просто нужно опустошить, опустошить от вот этой шелухи, от всего этого, а спустошить вы его можете только через наблюдение, само наблюдение опустошает. Даже мышление, которое полезное, которое решает проблемы, не требует каких-то специальных размышлений, там как-то происходит по-другому, происходит запросы, однонаправленное сопротивление на проблемы, тишина, а потом ответ. то есть нет никаких... Но это вот очень хорошая, это такая продвинутость хорошая, а тут кто-то спросил, задал вопрос по поводу цитаты Махараджа, который сказал, что я не думаю ни о чем, я просто посылаю вопрос, а оттуда приходит ответ, это да. И причем вы можете получать ответы, когда вы хорошо практикуете, потом вы замечаете, что вы можете получать ответы очень сложно, очень сложные вопросы. Я бы даже сказала, что на уровне открытий возможно получать ответы. То есть это вот то, что случается с учеными, когда ученый занят одним вопросом, он ничего не видит вокруг, он только этот вопрос, у него настолько фиксация ума, что вот он совершает открытие именно в этом состоянии. Да, вы правы. я как-то в последнее время таким образом поизучал немного нейронные сети, задавал так вопросы и получил какие-то интересные идеи о развитии этих технологий. Я сам это технарь по образованию. понял, что эти штуки реализуют года через два только они появятся. Вот я за своим мужем наблюдаю такая же собственная ситуация. У него так вот поставлены мозги, мы же все разные, у него так вот поставлены. Он настолько тоже может сфокусироваться на задачах практической, на программах, вот он программой пишет, что он программирует даже когда кушает в уме. Я вижу. И он за рулем программирует. Понимаете, даже опасно в каком-то степени. Но поэтому его зовут, вернее, не поэтому, конечно. Я не удивляюсь, что его называют начальник гения. Потому что он приносит какие-то странные решения такие. То, что там группа пишет 10 лет, он может за какой-то короткий срок это сделать. Потому что он может так фиксироваться. это не его заслуга. Это такая индивидуальность. Вот такая индивидуальность. Но если вы сама по себе это способность фиксироваться на каком-то вопросе или задать вопрос в пустоту, что примерно одно и то же, потому что нету постороннего ничего. Вот она приводит к таким открытиям, к таким гениальным совершенно решением, о котором говорил кстати Мкарыч тоже. Это вот из пустоты, по-русски говоря. Просто пустота ума, но такая сознательная, сиюминутное сознание, не обремененное этим хаосом мыслей, которые потоком льются. Откуда они льются? Вот это безобразие. это же вот тенденция, тенденция этой самой индивидуальности, потому что вот какая она уже сложилась, и вот все, что, все, все вот эти мысли, сопровождающие ее, в полном хаосе, вот они так и продолжаются в течение всей жизни, ведь человек сам себе не выбирает мысли, ничего. это вот вся вселенная опять же обеспечивает вот этот вот хаос, поток вот этот вот. Поэтому только не оценивать их бессмысленно, пытаться их исправлять бессмысленно, их можно только ополовинить через внимание к ним. И я замечала во время вот этих практик, что когда достаточно просто внимания, а интеллект сам разбирается, что надо, что не надо, очень быстро разбирается. То есть вот это вот, если вы заметили, что, допустим, ведете, размышляете о том, грубо говоря, о том, почему себя сосед так ведет. И вы очнулись от этой мысли, боже мой, господи, о чем я думаю вообще, куда меня понесло. Ну такая вот, знаете, промелькнут мысль. И все. Я остановилась, это закончилось, вы остались в пустом пространстве. Ну, обычные мысли какие-то, вот осознаете, там, дерево, там, что-то, дорога идет. Через какое-то время опять вас понесло, потому что это будет повторяться, пока не возникнет привычка находиться в пустоте. Ум не привык находиться вот в этом, в пустом, сиюминутном пространстве присутствия. И потом вы опять очнулись, вот сегодня вы 10 раз так очнулись, там, через неделю вы уже 20 раз очнулись, а наступает момент, когда вы вообще не проваливаетесь больше. И у вас остаются только практические мысли. Но осознавать, как вы говорите, каждое действие, да вы же с ума сойдете. Если вы будете осознавать, то просто достаточно выныривать из этого. Я не представляю, как это можно осознавать каждое движение. Но это положительно саматки четко. Вот я даже сейчас просто попробовала, это положительно саматки, да. То есть ты тут же теряешь себя. И вот, кстати, о, все, я вспомнила, хорошо, что мы заговорили об этом. Сейчас опять забуду. Значит, помните, там в этом самом монаде, в пятый аркан, там, значит, сказано, что эволюция это когда человек осознает себя самостоятельной сознательной единицей, нет, не осознает себя, а входит в целое самостоятельной сознательной единицей. А инволюция это когда он входит в целое бессознательное. Вот это состояние бессознательное. Поэтому корова, поэтому зритель хоккея, футбола это инволюция. Вот о чем речь. То есть оно вы приходите, да, вы растворяете себя, но неправильно. Вы растворяетесь бессознательной единицей. А вы должны остаться вот тем самым красным человеком, который я и Бог, я отец мой одно, который осознает и себя, и в то же время он понимает, что он един с вот тогда вот это человеческое. А так вы уподобитесь червяку. То есть вот младенец, он же ведь тоже, он целый, в целом находится, только он бессознательный. И если вы, например, я сейчас вот просто вижу, попробуйте сами, посмотрите, что если вы начинаете осознавать действие, все, вы исчезаете как сознательная единица. И это неправильная практика. То есть она ведет вас к положительному самархи, которая плохо тем, что нет вот этой самостоятельной сознательной единицы. потому что ну да, это вот вы исчезаете неправильным образом. Нет, это неправильная практика. Неудивительно, что они так крутятся там. Да, в то время как осознанность это просто не засыпать в мыслях и все. Вот они вот в этой практике они же ведь не получают сома раса, нет. Они исчезают, они не получают сома раса. Это совсем вообще не то. я не знаю, тут даже самархи какое-то такое бессознательное. Так это такое самархи глубокого сна. Вы знаете, глубокий сон с открытыми глазами. Ну, не знаю. Может быть, конечно, и нет, может быть, и действительно положительная самархи, но это неправильная самархи. Нет. Мало того, к нему еще очень трудно прийти, потому что когда вы начинаете, то через вот то, что вы сказали, это очень трудно прийти к самархи, потому что это очень большое напряжение для ума осознавать каждое свое действие. Во-первых, а какое конкретное действие? Их так много, всяких разных. И что конкретно осознавать? присутствовать, вот как ее муж говорил, присутствовать, это что, перечислять, что все вещи вот вокруг в комнате или как? Или что конкретно? насколько я знаю, они практикуют какие-то простые действия, например, осознанно ходят медленно по кругу, вот гуськом, такие примитивные действия. потому что со сложными действиями, конечно, не хватит внимания. Ну да, вот это вот и как-то, то есть, это такой механический способ, такой тупой способ избавиться от посторонних мыслей, а мысли, которые, ну дело в том, что вот даже вот Андрей, вот я, вот хотела вам сказать, что личные мысли, они не все плохие, без них вы не сможете, вы не вышивите просто без личных мыслей. Допустим, вы должны думать, что вы иначе хотите есть, вы не будете думать, мое тело хочет есть, это какой-то абсурд. Вы должны думать, как ваши отношения в семье, то есть, это нормальные вещи такие, которые должны присутствовать в вашей жизни, отношения с этими самыми, ну, то есть, не то, что какие вы отношения думаете по ночам, а их строить вы должны, непосредственно вот в момент общения со своими знакомыми вы должны строить отношения, значит, вы не можете не думать о себе как о личности. Другое дело, что когда уже вот это общение закончилось, и вы начинаете косточки перемывать, вот это, конечно, да, это уже бессознательное мышление, которое, как только вы очнулись, господи, о чем вот я, и оно все кончилось. Такое рабочее мышление, оно как раз не изматывает, оно такое оперативное, что ли, а изматывает как раз то, без которого можно обойтись. Вот это я из своего опыта вот четко замечаю. И вот когда начинает вот такое изматывающее мышление, вот на него автоматически уже такой фокус наводится, а, это вот оно снова, вот началось. Ну и как правило дальше ему уже бессмысленно продолжаться после того, как на него падает фокус внимания. И все. И вот вы сказали эту практику, о которой говорю я. Только только фокус внимания на него упал. Просто вы обратили внимание. Вот эти даже слования, какие нужны, фокус там, вы просто обратили внимание, вы поочнулись от этого. Потому что если вы осознаете, вы намеренно, вы не будете думать там о том, кто там сплетник какой-то, вы не будете намеренно думать. Или там как-то осуждать политиков. Господи, боже мой. Вы поговорили там, если это не есть необходимость. Но для себя вот в своем пространстве вы не будете этим заниматься. А оно у вас происходит в этом самом неосознанном мышлении. И поэтому все, что вам надо, это войти в осознанность в этом смысле, чтобы ваше мышление было осознанным. Вот это осознанность. Вы осознаете, что происходит в вашем пространстве ума. И вообще вся практика это внимание к уму, потому что вы являетесь умом. Вот вы, как вы есть, не то, что в тело, а вот все, что пространство ума, вы сам ум, а все, что в нем находится, это ваша действительность. Действительность не то, что вы делаете, а то, что находится в пространстве ума. Потому что если действия в пространстве ума нет этого, то оно для вас не существует. Этого действия для вас не существует. Оно вернется, когда вы о нем подумаете. А до тех пор, пока вы не подумаете, ничего нет. Поэтому, конечно, вы как ум изучаете себя. Самопознание – это изучение умом самого себя. Вы должны смотреть все время в ум и интересоваться, потому что вы – это ум. Если вот этот переключатель сумеете сделать, чтобы ум, и относиться к себе как к уму, то даже в этот же самый момент у вас недвойственность возникает. Потому что ум не является ничем. Я не говорю об этой практике никогда, и это вообще не практика. Просто я говорю, старайтесь привыкнуть, осознавать, что вы ум, а не человек. Вы ум. Все остальное находится в нем, включая человека. Поэтому знать содержание ума – это очень хорошая практика. Опять же, ее неправильно понимают, думая, что вы должны составить перечень тех мыслей, которые у вас есть в голове, ревизию. Нет. Просто заглянуть туда, и тогда все кончится. И вот ваше пространство. И попытайтесь привыкнуть к этому пространству, привыкнуть к нему, приучиться быть в нем. Ну, как человек, вот он привыкает к чему-то сидеть прямо, да? Вот все время у учеников младших классов – выпрями спину, сиди прямо, сиди прямо. И, наконец-то, его там к пятому классу приучают, он начинает сидеть прямо. Может, кто-то кого-то побыстрее приучает. Вот и вы тебя в этом смысле приучить должны постоянно заглядывать в ум, чтобы… Нет, 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 соврала. Приучить к себя к присутствию в пустом уме, чтобы это для вас было комфортно, чтобы вы не испытывали такое состояние неудобства. Вы можете вот себе… Как часто вы можете себе позволить находиться, сидеть с пустым умом? Находиться в пустом уме? Как часто? Сколько для вас это комфортное состояние? То есть не то, что там вы не позволяете себе мыслим, вы не препятствуете мыслям. Я имею в виду, что вы ни о чем не размышляете. У вас же практически, да, еще не все время в голове. Есть какой-то промежуток там, когда вы физические дела делаете. Например, прогулка по улице, на работу идете. И в эти моменты у вас должен быть пустой ум. Это правда. Это единственная практика. Опустошить ум – это вот про это. У вас должен быть ум всегда пустой и занят только практическими задачами. То есть, значит, вы выключаете ум на какое-то время, и он у вас пустой. Не препятствуя мыслям отдельно. Потому что у вас там будет… Прошел там пешеход, где-то машина ушла. Вот этот ум будет работать все равно. А размышлений, которые захватывают вас так, что вы вокруг ничего не видите, налетаете на прохожих. Ай, задумался. Вот этого быть не должно. И вот ваша практика на этом основана, которую вы должны сделать, как вы мужские… Мужик сказал, мужик сделал. Воспитать в себе вот эту привычку. И пустой ум вас приведет, исполнит все ваши желания. Пустой ум вас приведет в нерве кальпа. И он покажет вам вашу природу. Потому что он и есть ваша природа. Это очень простая практика. Просто люди настолько полюбили все эти идеи, которые связаны с просветлением, со всеми вот этими хинаянами и прочими буддистскими штучками. Мудрые всякие, асаны. Боже мой, столько всего интересного. А тут пустой ум. И вот никто никак не хочет отказаться от этого. Хотя, конечно, это опять же… И даже эта тенденция ума, и даже эта привычка, которая вот просто… Ну, Вселенная так поставила. Вот эта же ума, вот эта вот иллюзия вселенская, про которую Макарадж говорил, это вот эти мысли, которые они Вселенной обусловлены. То есть если рассмотреть любую из этих мыслей по цепочке от следствия к причине, от следствий к причине, то всегда мы… От каждой мысли мы упрёмся… Большой взрыв. Это всё к большому взрыву идёт, потому что человек кончится, он дальше животные начались и так далее. У всего есть причины. У каждой вашей мысли, у каждого вашего действия. Поэтому вашей уже здесь как бы… Не стоит вопрос о ваших. И я ещё вам хочу сказать большее, что если вы вцепитесь в эту практику, если вы её осуществите, я имею в виду сначала привычку разбить, чтобы она стала самодействующей, потом за какое-то время она очистит ум, на это уйдут пару лет. И вот тогда уже у вас может начаться серьёзная практика по поводу выхода за сознанием вообще. То есть что такое выход за сознание? Это когда я вам говорила, вы идёте, у вас нету размышляющих мыслей, а есть просто такие мысли, которые не рабочие и не размышляющие, а фиксирующие всё. Вы фиксируете, что вы видите, то есть как бы это обеспечение вашей безопасности. Вы видите, что это забор, что на него нельзя идти. Это же всё равно работает интеллект. Так вот нервикапии этих мыслей тоже нет. То есть это уже вторая половина опустошения. Первую половину вы делаете сами, вторую половину тоже сами, но через привыкание к сидению в тёмной медитации вы начинаете это привыкать с самого начала. И эти две практики друг друга поддерживают и друг друга как бы усиливают. Две практики вам нужны. Очень простые. И всё. И вы, если вы серьёзно подойдёте к вопросу, то вы очень быстро это закончите. Ну, есть такие маньяки, которые, знаете, монстры от практики, а у них, к сожалению, нет указателя чёткого. А есть наоборот. Указатели есть, но нет вот этой вот нахрапистости, которую, ну, то есть желание вот такого острого. Вот это вот. Когда это объединяется, тогда очень быстро всё получается. Хорошие ученики очень быстро перестают быть учениками. Очень быстро. Понимаете? Да я уже тут... Так что, вот эти идеи по поводу того, что вам понадобится целая жизнь, это неправильная идея. Если, конечно, глупостями заниматься, то можно и две жизни. Я хотела вас спросить, как вы можете аргументировать, что нужно смотреть, вот то, что я сейчас сказала, то, что нужно смотреть в ум, чтобы очнуться от мыслей. Как вы можете аргументировать мне, что оно приведёт вас к нервикальпу в самом адхе? Потому что, если вы это сможете мне сейчас аргументировать, вы будете сами в это верить. Это очень важно. Внимание к мыслям опустошает ум, а чистый ум падает в нервикальпу. Вот. Пустой ум. Просто запомните, пустой ум. Не надо фильтровать мысли личные и неумышленные. Ни личных мыслей не бывает, Андрей. Вот вы просто потом убедитесь сами. Сейчас вы невольно так это происходит, что вы уцепились за эту идею, и она пока доминирует. Но она потом уйдёт. Вам кажется, что есть неричные мысли, их нет. Все мысли личные. Поэтому речь идёт не о том, чтобы избавиться от личных мыслей. Это невозможно. А о том, чтобы опустошить ум. Сначала вы опустошаете его на половину, желательно на 60%, от бессознательного мышления, от полусознательного, скажем так, бессознательного мышления не бывает, от полусознательного. Вот это вот, от этих вот, грёзы неправильно. Грёзы можно, это мечта, это тоже грёзы. А мечта может быть вполне себе осознаваемой. Вот я сижу и мечтаю, допустим, там про озеро, там вот хочу на озере дом, вот я знаю, что я мечтаю. И у меня там мысли все логичные, они как бы идут одна с другой. А вот в бессознательном мышлении мысли скачут, заметили? То про это, то про это, то про это. И вот так вот целый хаос всяких мыслей. И из-за них они как тучи закрывают небосклон вот этого вашей божественности, божественности вашего ума. Потому что, когда мы говорим о Боге, мы говорим о вашей природе ума. Потому что это Он, Оно, Бог. Она, Бог, природа ума, это и есть Бог. Это, собственно, вы. Просто вот эти мысли, они закрывают. вот это самое, Роман уже говорит, что вам просто, вам ничего не нужно избавляться, кроме от мыслей. Буквально вот цитата его слова. Вот. И если вы на 50% избавитесь от этих неосознаваемых мыслей, то уже одно это приведет вас к самадхе. Уже одно это. А вы сами непроизвольно будете оказываться с закрытыми глазами, вы непроизвольно будете оказываться на границе. вот этой сознания, сознательности на середине между ними, вот на этих качелях, на границе. На границе. Вот эта граничная тарака, брахма, вот эта точка. Оно вот сам по себе опустошенный ум вас приведет к этому. Поэтому оставьте в покое личные мысли. Речь не о них. Речь идет о том, о опустошении ума, который сначала вот это полубессознательно уходит, а в нерве кальпа и все остальное, то есть в темной медитации. И все остальные мысли уходят. Но если, я вам говорю, допустим, освободите на 60%, это круто сказано, понимаете, на 60%. 60% это вы уже будете в самадхе через секунду. Если вы освободите свой ум на 60% дневного времени, то, закрыв глаза, вы окажетесь в самадхе. Поэтому, конечно, это ли что? Да. Конечно, если закроете глаза, вы начинаете с 10%, 10% это уже круто, вы уже будете переживать приступы немотивированной любви. Постоянно будете. Но не цепляйтесь за них. Ни в коем случае, если вас, вы сразу попадете в ловушку и будете, будете думать о них и потеряете в итоге. А потом делайте там 15%, ну, дальше вас уже понесет. Тут главное начать, как говорит Габачев. Делайте первый шаг, а последующие шаги они придут сами собой. И вы сейчас, Андрей, сейчас себе не представляете, какое облегчение на вас свалится, когда вот эта все глупость вот это уйдет по поводу личных мыслей и всего. И вам нужно только пробуждаться, неправильное слово не пробуждаться, а очнуться, только вот во множестве, как бы во множестве, много раз это нужно делать, очеваться, нет, ну, как сказать, то нет такого, в таком подвижении получается. Пробуждаться нужно в течение всего бодрствования, поэтому себе оденьте колючку какую-нибудь на руку или там, я не знаю, где у вас будет, колоть и напоминать вам, что пора бы заглянуть в ум. А потом вы очень скоро привыкнете, через три месяца вы уже она уже сама будет действовать. И она опустошит вам, вы начнете привыкать. Сначала некомфортно вам будет, да, с пустым умом вам некомфортно, потому что это тенденция. Ум порождает вот это все, все эти мысли привычные, он идет по накатанной колее, а потом эта тенденция будет преломляться, перебра, корея будет в другую сторону, потихонечку, да, и вы привыкнете, и когда вы начнете получать удовольствие от этого, вас будет тянуть в это состояние не ума, так называемого. Ну, вот можете называть не умом, можете называть опустошенным умом, опустошенный ум больше показывает вам, что делать. И тут имеется в виду исключительно отсутствие размышлений, а не отсутствие вообще всех мыслей. Без вообще всех мыслей вы не можете жить. Ну, просто вы попадете в какую-нибудь глупость, то есть не глупость, на забор налетите. Не может быть, только нервикальпа без мыслей. Я же, я кажется, приводила вам пример, как у одного человека нервикальпа на дороге случилось. Его в полицию забрали, потому что он завалился на обочине и как пьяный. Его забрали как пьяного. Оказалось, что он нервикальпа. Неправильно практиковал. Так что нервикальпа, пожалуйста, исключительно дома, в безопасных условиях. Черный коробок я вам не предлагаю, как Кастанье не предлагал Дон Хан, но вот в темной комнате очень даже себе вполне очень так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!